Тоже хотелось бы выиграть ужин. Какой ужин? А ты не знаешь? В этом месяце разыгрывают ужин с начальником. Правда? Да. Представь, кто-то из нас с ним поужинает. Надеюсь, я, иншаллах. Увидимся. Ну, наконец-то сбудется мечта всей моей жизни. В будущем буду с ностальгией вспоминать наш первый с ним ужин. Да ты сумасшедшая, иншаллах. Девочки, подождите. В туалете говорили о каком-то ужине. Что это за ужин? Это поощрение для сотрудников. Кто заключит лучшую сделку за месяц, поужинает с Азан Беем. Да? И как мне туда попасть? Просто закрой глаза и поспи. Тебе все равно ничего не светит. Почему это? Мне нельзя поучаствовать? Ну, конечно, можно. Я просто говорю, чтобы ты сильно не напрягалась, потому что всем и так очевидно, кто победит. И еще посмотрим. Эсра. Да, Феррай Ханым. Я решила дать тебе возможность, сестра. Есть один ресторан, который мы хотим включить в приложение. Он престижный, но пока не получается. Может, ты сможешь, раз у тебя есть опыт в маркетинге. Можете на меня положиться, Феррай Ханым. А что за ресторан? Ресторан Ниван. Ресторан Ниван? Который элитный с собственным отелем? Да. Феррай Ханым. А это заведение разве не для избранных? Всяких богачей? Я сомневаюсь, что они захотят хоть как-то с нами сотрудничать. Эсра, наша работа – делать невозможное возможным. Я рассчитываю на тебя. И такая сделка поспособствует повышению. А вот так я и выиграю этот ужин. Конечно. Раз вы на меня рассчитываете, я сделаю все возможное. Отправите мне их адрес. Конечно, сейчас. Хорошо. Как она могла доверить такую работу стажеру? Очень просто. Феррай хочет от нее избавиться. Она дала ей ресторан Ниван, чтобы Эсра провалилась. А если она провалится, ее уволят. Бедняжка. Феррай Ханым. А можно мне эту работу? Я хочу пойти в ресторан Ниван. Нет. Я хочу пойти на ужин. Точнее, в ресторан. Это моя работа. Вы сами дали ее мне. Эсра, доверься мне. Я пойду. Я. Нет, я должна пойти. Я. Нет, Чинар, я дам тебе другую работу. Но меня радует твое стремление. Ресторан твой. Спасибо. Эсра, ты мне не доверяешь? Послушай, давай вместе пойдем в ресторан Ниван. Если все получится, тебя похвалят. Если нет, возьму вину на себя. Ты мой ангел-хранитель, что ли? Чего ты так туда рвешься? Да ничего. Ну ладно, так уж и быть. Идем. Идем. Ресторан Ниван. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо. У нас назначена встреча с Осман Беем. Хорошо, я вас провожу. Он там, на террасе. Спасибо. Не за что. Чинар, согласись, тут красиво. Ты только посмотри. Даже не знаю. Ну да, тут мило, нормально. Нормально? Говоришь так, будто каждый день в таких бываешь. Да нет, конечно. Никого больше нет? Осман Бей, здравствуйте. Да. Мы из Миллениум Софт, я звонила вам. Присаживайтесь, пожалуйста. У меня мало времени. Говорите, я вас слушаю. Хорошо. Итак, Осман Бей, если ваш ресторан попадет в наше приложение, о вашем ресторане узнает много пользователей. А зачем нам это нужно? Сюда ходят состоятельные люди. И их устраивает, что в нашем ресторане им никто не мешает. Да, вы правы. Популярность вам навредит. Ну все, пойдем тогда. Чинар. Чинар, сядь, пожалуйста. Осман Бей, послушайте. У меня такое чувство, что вы застряли в прошлом. Такими категориями уже давным-давно никто не мыслит. Особенно молодое поколение. И наше приложение поможет вам их привлечь. Это отличная возможность и для вас, и для нас. Клиенты же приходят сюда не просто посидеть. Они приходят в ваш ресторан ради шикарных блюд. Верно? Неужели? Ради каких, например? Какие из наших блюд вам нравятся больше всего? Все? Но все же, какое именно вы бы предпочли? Насколько я знаю, у вашего шеф-повара есть фирменное блюдо. На тарелку укладывается петрушка, а на нее картофель небольшими кусочками. Ваше лучшее блюдо – кальмары в виноградных листьях. Но оно из одного известного французского ресторана. Не такое уж оно и оригинальное. Так что не нужно себе льстить. Мы знаем это место. Не хотите сотрудничать? Ваше дело. Уходим отсюда. Пойдем. А вот это было грубо. Мы ничего ни у кого не крадем. Подожди-ка. Ты что вытворяешь? Ты все испортил. А что мне было делать? Ты видела, как он говорил с тобой? Тебе что, нравится, когда тебя унижают? Чинар, мне не нужна твоя защита. Я и сама могу за себя постоять. Эсра, я не позволю с тобой так разговаривать. И тебе не плевать? Это же не твоя компания. Подумаешь, не будет в приложении ресторана. У тебя было все, что тебе нужно. Учеба за границей, образование во Франции. У меня же ничего нет. Поэтому мой единственный выбор – усердно работать. Ты же знаешь, как я хотела эту работу. Она важна для меня. Ты обещал помочь, но все испортил. Эсра, постой. Выслушай меня. Я не ради себя пришел. Мне вообще плевать на работу. Да, я заметила. Но я не такая, как ты. Я не буду тебя подставлять. Спасибо, что все испортил. Ну что, готов к ужину? Нет. Не готов, Чагала. Отмени его. Это не для меня. Зачем ты его вообще организовала? Я не пойму. А что мне было делать, Азан? Ты популярен. Сотрудники предложили варианты, проголосовали. Я ни при чем. Но можно же отменить. Я правда не хочу его. Нет, уже поздно. Все девушки включились в работу. Правда? Да, и я тоже подумывала. Ты же не хочешь меня приглашать? Зачем? Мы тут нормально едим. Я говорю о том, чтобы поужинать где-то еще. Ясно. Но какая разница, Чагала? Это пустая трата времени. Можно здесь перекусить. Кстати, я так и не успел ничего посмотреть. Давай вместе взглянем. Давай. Спасибо. Спасибо большое. Вы сделали правильный выбор. Мы рады видеть вас в нашем приложении. До встречи. Ура! Я заключила сделку с кондитерской. Ура! Поздравляю. А я говорила, говорила вам. На ужин с начальником пойду я. Поздравляю, отличная работа. Симин, идем. Поищем, что надеть. Ну, ладно. Еще раз поздравляю. Эсра, я ухожу. Пойдешь со мной? Нет, я еще поработаю. А ты иди. Ладно, удачи. Осман Бей, извините, это Эсра Эртен. Мы утром встречались. Все прошло не очень хорошо, но я могла бы подойти снова, если хотите. Я вам объясню, как работает наше приложение. Алло? Бросил трубку. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Посмотрите jetzt. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...